Недельный геймдев, 31 выпуск. Сначала пройдемся по новостям, а потом рассмотрим всякие интересности. YoYo Games пересмотрела модель лицензирования GameMaker. Теперь вместо покупки под каждую платформу необходимо оформлять подписку. Инди-план за 259 рублей в месяц включает в себя возможность публикации на ПК, мобильники и веб-сайты. Для публикации на консолях необходим корпоративный план за 1400 рублей. Он включает в себя поддержку трех основных консольных платформ. Не так давно была анонсирована OpenAI Codex, который переводит естественный язык в код. И сейчас доступна бета-версия API. Модель, владея более чем дюжиной языков программирования, может интерпретировать простые команды на естественном языке. Создатели сервиса приглашают компании и разработчиков строить приложение на основе API OpenAI Codex. В показанной демке нам продемонстрировали, как можно с помощью модели создать корабль и заставить его двигаться определенным образом, просто написав короткое предложение. Безусловно, технология работает пока для относительно простых случаев, но перспективы у нее большие. Модель потенциально может быть улучшена и использована для программирования сложных игровых миров и экономии времени на повторяющихся задачах. Если сервис разовьется, то на него можно в принципе сгрузить какие-то репетативные задачи, например программирование поведения NPC. Ну и модель предназначена не только для игр, поэтому ее можно использовать для самых различных приложений. Компания Nvidia многих удивила, рассказав некоторые интересные подробности про конференцию GDC. Как оказалось, в некоторых кадрах вместо генерального директора Дженсона Хуанга была его 3D копия. Специалисты оцифровали Дженсона и провели полное сканирование его лица и тела, создав 3D модель. Затем обучили искусственный интеллект имитировать его жесты и эмоции. Ну а затем виртуальному Хуанга перенесли в копию его кухни, удивив аудиторию и заставив ее сомневаться в реальность происходящего. Но все же, большую часть конференции провел настоящий Хуанг, а CGI-версия была на экране всего 14 секунд. Nvidia также представил плагин Substance 3D для Omniverse. Он позволит пользователям редактировать материалы в формате Substance непосредственно внутри платформы для совместной работы в реальном времени. Коннектор – одно из множества изменений в Omniverse, анонсированных на Seagraph, наряду с новым сверхматериалом OmniSurface и экспериментальным расширением для создания 3D-автомобилей по одному изображению. Помимо этого, в конце лета будет доступна альфа-ветка Blender с поддержкой Omniverse Universal Material Mapper из Omniverse. На прошлой неделе я пообщался с сотрудниками Xolo, и они рассказали о том, как SEO развивает и поддерживает культуру страха. Работники не понимают, чего хочет от них глава компании. О конкретных примерах деспотичного поведения Александра Лепитова можно почитать в статье. В Asset Store Unity можно приобрести Mega Bundles. Скидка действует до конца августа. Бандлы делятся на три тира – 10 долларов в 15 и 20. Каждый из них, соответственно, состоит из различных ассетов. Самые вкусности входят в 20-ти баксовый набор. Туда, например, входят анимации для Война Ближнего Боя или ассеты для Топ Даун Данженс. Теперь перейдем к интересным статьям и видео. Чейз Лонг, художник по окружению, работавший на Doom Eternal, рассказывает о рабочем процессе во время создания окружения и уровней для игры. В статье нету каких-то особых технических подробностей, но, возможно, вам будет интересно, как взаимодействует команда при разработке такого крупного проекта. Статья от разработчиков Unity о том, как в версии 2020 LTC улучшить работу с редактором. В статье приводится как минимум пять способов по улучшению работы с редактором. Это менеджер горячих клавиш, пресеты, настройка видимости объектов на сцене и возможности того, можно ли выбирать объекты, ну а также пакет Quick Search для удобного поиска по проекту. Команда статического анализатора PVA Studio в своем блоге на Хабрио публиковала статью про оптимизацию NET-приложений. Возможно, будет интересно Unity разработчикам. В статье рассмотрены интересные, неочевидные вещи. Например, о том, как работает вызов метода с переменным числом параметров. Команда Unreal Engine выпустила новое подробное руководство, в этот раз по инструменту Lumen из Unreal Engine 5. Lumen использует полностью динамический пайплайн непрямого освещения. Геометрии сцены, материалы и свойств света могут изменяться в любой момент. Благодаря этому Lumen значительно улучшает работу художников. Сцены с Lumen не нуждаются в кубмэпах, поскольку технология полностью заменяет другие методы и может отображать геометрически точные отражения. Но за счет того, что теперь не надо запекать свет, ускоряются сборки. Анси Ван Девелде описывает, как возникла идея генератора Террейна, рассказывает о процессе изучения нот в мае и написания скрипта на Python и его тестирование. Вышла длиннющая документалка от Noclip про студию Looking Glass и их легендарный Thief. Часовое видео включает интервью с множеством сотрудников компании. Возможно, вам будет интересно узнать, как создавалась легенда классического стелс-экшева. Видео рассказывает о том, как появилась идея, как она преображалась, как придумали такое название, ну и как технические ограничения сказались на процессе разработки. Художник Хан Янг представил Lip Sync, анимационный проект в стиле киберпанка, полностью снятый в Unreal Engine 5. Такими темпами скоро игры будут вообще неотличимы от фильмов. Джоди Саржент, старший художник по окружению, в своей статье объясняет, что вдохновило ее на создание реалистичной сцены Carpenter's Workshop, полную мелких деталей. Рассказывает о создании каждого объекта и его историю с помощью тщательного моделирования и текстурирования. А также делится некоторыми полезными советами по оптимизации сцены в Unreal Engine. На этом все, спасибо за просмотр. Если вам интересна эта рубрика, подписывайтесь на группу ВК или на канал в Телеграме.